С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 5 марта. День Корнилия и Льва. В старину крестьяне старались взять у кузнеца огонь и, если это удавалось, несли его в поле. Согласно народному поверью, считалось, что в этот день тайно добытый огонь закреплял в союз земли Исахий грел будущие всходы, отгонял от Нивы скудость и сулил в итоге добрый урожай. 5 марта в Кыргызстане отмечается очень интересный праздник. День Ак-Колпака. Праздник в честь национального головного убора кыргызов. Белого колпака, который установлен постановлением парламента страны в целях сохранения важности национального головного убора. Ну а теперь о родившихся на свет 1133 год. Генрих II, король Англии, приходит в этот мир. Он был первым королем страны из династии Палантагенетов, одним из самых могущественных монархов 12 века, владения которого простирались от Пиренеев до Шотландии. 1865 год. День рождения Тимофея Краснобаева, российского хирурга, одного из основоположников отечественной детской хирургии, академика. 1919 год. День рождения Алексея Фатьянова, русского советского поэта, автора таких популярных песен, как «Поет гармонь», «Солови» и многих других. А в 1922 году родился Пьер Пауло Пазолини, итальянский писатель и кинорежиссер. Наиболее известные кинокартины «Птицы большие и малые», «Царь Эдип», «Теорема», «Свинарник», «Декамерон». 1922 год. День рождения Семена Гудзенко, русского советского поэта, который отразил в своем творчестве мысли и чувства поколения, ушедшего на фронт со школьной скамьи. Так писали некоторые исследователи его творчества. «Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт, вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв, умирает друг. И значит, смерть проходит мимо». 1961 год. День рождения Елены Яковлевой. «Киноактрисы» хорошо известны нам по многим картинам. «Интердевочка», «Петербургские тайны» и многим другим. Событие дня. 1705 год. Указ Петра I о наборе рекрутов, который положил начало формированию регулярной российской армии. В результате усилий императора к концу его царствования Россия обладает самой мощной армией и флотом, которые с успехом решают ставившиеся перед ними задачи. Именно эта система рекрутского набора просуществовала в России до второй половины 19 века, когда была заменена так называемой всеобщей воинской повинностью, которая в принципе существует в нашей стране до сих пор. 1946 год. Выступая в Фултоне, Черчилль произносит ставшими историческими слова о железном занавесе, который разделили Европу. Начало Холодной войны. Черчилль говорит буквально следующее. «Общаясь в годы войны с нашими русскими друзьями и союзниками, я пришел к выводу, что больше всего они восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в особенности военную». А Сталин ему, Черчиллю, через правду отвечает. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира. 1960 год. Элвис Пресли уволен из рядов армии США. Ни до него, ни после возвращения гражданской жизни простого, мягко говоря, обычного солдата, ставшего, правда, в том же году сержантом, не привлекало такого огромного общественного внимания. Год 1989. Премьера мультсериала «Чип и Дейл» спешат на помощь. С огромным успехом его начинают смотреть в позднем Советском Союзе и в Новой России. 2002 год. В Москве с этого дня будут охотиться за призывниками, которые уклоняются от службы в армии. Юрий Лужков поручает столичному ГУВД совместно с военным комиссариатом постоянно осуществлять мероприятия по розыску призывников, проводить проверки в местах регистрации, учебы, работы и проживания их родственников. Некоторое время потенциальные солдаты будут исчезать из своих домов, прятаться где угодно, ну или в крайнем случае просто стараться не открывать дверь сотрудникам военкомата. 2003 год. В интернете появляется вирус, приуроченный к предстоящему женскому дню. Он похищает данные об электронных платежах под видом поздравительной открытки к 8 марта. Вирус на праздники становится традицией, так что будьте внимательны. Ну и самое последнее. Год 1953. В 9.50 вечера, в возрасте 73 лет, умирает Иосиф Виссарионович Сталин. Газеты пишут тогда, навечно закрылись глаза, спокойно и зорко глядевшие в глубину уже наступившей светлой эры. Разжалась рука свыше четверти века, лежавшая на штурвале мировой истории. Ушел великий кормчий. На фоне этого практически в тени остается уход великого русского композитора Сергея Прокофьева. Но история, как известно, все расставит по своим местам. И каждое имя не будет забыто. И о каждом имени будут свои воспоминания. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.